лицевой нерв нейросфациалис лицевой нерв это седьмая ветвь черепно-мозговых нервов который он является смешанный и он имеет как вы знаете уже три ядра во-первых это нуклеус нейросфациалис двигательная ядра которая находится там помните в бутеральной части целого холмика и ромбовидной ямки это нуклеус аливаториус superior к нему относится верхняя слюна делительная и часть от верхняя часть от нуклеус трактус солитарий из мозга фациалис выходит в как раз в сульку бульва фантинус между мостом и продолговатым мозгом вот видите между оливой и мостом выходит он двумя частями так как и тройничного входа двумя частями и соответственно в некоторой литературе вы можете прочитать что выделяют на рост так называемый нерос интермейдис или по автор нерву рисберга также он еще по старой нынклатуре он был 13 нервом то есть раньше было у нас не 12 пар а 13 пар черепном мозгах и вот этот самый нейрос интермейдис он был 13 пара но его нельзя рассматривать как отдельный нерв потому что он как отдельный нерв существует на небольшом промежутке буквально сантиметр то есть он именно конкретно нейрос интермейдис это та часть фациалиса которая состоит из пара симпатических и чувствительных волокон двигательная часть фациалиса выходит здесь же рядом и буквально через несколько миллиметров ну максимум сантиметров не соединяются нервы социалис он устремляется к паурус акустикус интернус ходит в него проходит миатус акустикус интернус и идет в одноименный канал и выходит фарамонцитилом астаиду на нижней части пирамиды височной кости и там он уже раз отдает свои ветви конечные они все чисто двигательны фациалис выходит через фарамонцитилом астаиду и сразу же вот там за под социалисовидным отростком он отдает две свои ветви нерус аурикулярис пастериор и нерус и рамус дегастрикус нерус аурикулярис пастериор ведь он загибается назад за ушную раковину и делится на две веточки к заднему брюшку лобно затылочной и заднюю ушной рамус дегастрикус идет вниз и нервирует соответственно задние брюшка мускулес дегастрикус и рядом с ней идет мускулес стиле геоидус шило подъязычное далее под сам фациалис его ствол входит в околушную железу он прям пронизывает околушную железу и формирует в ней большое плексус паратидус он находится прям внутри околушной железы но и пронизывает и расходится на 5 основных ветвей которые являются той самой позансеринус маяр большой осиной лапкой итак первое это рамус темпоралис который идет на височную область соответственно и нервирует все мышцы которые находятся можете вспомнить аурикулярис антериор супериор в энтер фронталис оксипета фронталис и орбикулярис окули там же коррогатор суперцили процерус 2 идет вдоль скуловой дуги соответственно рамус зигоматикус и иннервирует вот эти леватор ляби супериорис ангулиорис аляквенази и зигоматикус маяр минор затем одна третья ветвь она пересекает поперек массатор и углубляется в букалис соответственно рамус букалис вот она именно иннервирует щечную мышцу затем идет ветвь она спускается вниз и идет прям по ветви нижней челюсти называется рамус маргиналис мандибули краевая нижней челюсти соответственно верю от мышцы которые все уже ниже от того вот версия да это депрессор ангулиорис менталис депрессор ляби инфериорис и последняя веточка маленькая она идет вниз это рамус коли шейная и она конкретно не берут конечные ветви они все чисто двигательные это конечно разветвление на раз фото это все что идет как раз от того и и нуклеус на рефоциалис в лицом холмики двигательные его волокна пока нерв социальс проходит своем канале от него отходит еще несколько ветвей которые как раз будут либо смешанными либо чисто парасимпатическим вот здесь хорошо видно как он проходит в канале вы помните где он делает первый поворот когда он проходит перпендикулярно оси пирамиды он доходит до уровня расщельный большого каменства нервы идет первый поворот в канале там находится гену колено канала и в этом соответственно колени находится узел ганглиум геникули тот самый коленчатый узел который сформирован тоже телами чувствительных нейронов здесь тоже первые нейроны чувствительного от которой волокна от которой идут к тому самому нуклеус тракта солитарий от самого этого ганглиум геникули отходит первая ветка ну-то нейрос патрозус майор нейрос патрозус майор большой каменистый нерв он отходит сразу же выходит через расщель но одноименно тут все так и сам называется хиатус канавис нейропатурозе майорис выходит ложится в одноименную борозду сулькус нейропатурозе майорис проходит вниз и пронизывает форамы лицером помните руаные отверстия там находится хрящ он проходит через это эрвано отверстие и попадает на основание черепа и дальше происходят интересные вещи эту руз� майор он проходит этот на основании черепа и у нас на черепа он соединится с другим нервом он соединяется с наерос патрозус профундус с глубоким каменистом вот здесь вы обратите внимание на раз патрозус профундус это симпатический нерв откуда он там берется мы пройдем уже значительно позже он берется из сплетения внутренний сон артерии но смысл в том что они соединяются патрозус майор соединяются с патрозусом профундус и вместе объединившись входят в канализ птеригоидус в этом месте они образуют новый нерв который называется нервус канализ птеригоиды он так и называется, или по автору видиев нерв он проходит через этот канал, попадает в фос птеригополятина, вы помните соединение сообщения крыло-небной ямки а там находится вегетативный узел ганглион птеригополятина это же патрозус-майер, он несет это все преганглионарное волокно патрозус профундус это симпатика она проходит транзитом, она ничего там не делает не переключается, а парасимпатические волокна так как это парасимпатические узел образованный парасимпатическими нейронами он приходит туда, переключается то есть синапс образуется передается нервный пульс на второй нейрон на постганглионарный нейрон и эти постганглионарные волокна уже идут дальше, конкретно к своим тканям-мишеням уже постганглионарные волокна из ганглион птеригополятина расходятся в разные места но один вы уже из них знаете это волокно соединительное с верхнечелюстным нервом тройничного, потом она входит в зигоматику, потом в рамус коммуниканскую нервозигоматика, в лакремалис и достигает слезной железы. Вот иннервация слезной железы, как вы видите, из верхнего слюно-оделительного ядра. Это волокно проходит довольно тернистый длинный путь. Затем, но это не все, не только слезная железа иннервируется из черегопалятина. Из ганглевого черегопалятина расходятся разные ветви. Во-первых, это нервы элерами назалис пастериорес. Супериорес, инфериорес. Задние, верхние, задние, нижние носовые. Это иннервация слизистой оболочки, в основном задней части. Слизистая оболочка латеральной стенки носа и также медиальная. На медиальную стенку, то есть на перегородку, тоже будет пастериорес медиалес выходить из этого узла. Причем будет там иметься один очень довольно длинный, такой интересный нерв. Вот она ветвь. Она проходит из ганглевого черегопалятина в носовую полость. Светы попадают через фрамы с фенопалятину, иннервация латеральной медиальной стенки. И вот по медиальной стенке, по перегородке идет одна из веточек довольно длинная, которая называется нервус назапалятинус. Или по автору называется нервскарпы. Он проходит по сошняку, ну, в слизистой оболочке, понятно, нервирует ее. И доходит до, если вы помните, канализ энцезилус в твердом небе. Он проходит через канализ энцезилус и также попадает уже в ротовую полость. И нервирует там еще немножко слизистой твердой неба. Вот там вот на уровне резцов и клыков. Также из ганглион-терекопалятина идут нервус полятина с маэр и минор. Малые они идут в каналы короткие. Длинный проходит через канализ полятина с маэр и попадает тоже на твердое небо в ротовую полость и нервация всего остального твердования. То есть крыло-небный узел, он энервирует и слезную железу, и желез до носовой полости, и железо ротовой полости. Также через него транзитом проходят чувствительные волокна. Это и чувствительная иннервация слизистой этой, и ротовой, и носовой полости. Дальше возвращаемся в канал лицо нервы. Далее он делает этот поворот. Первый поворот назад идет назад до эминенции аркуата, пирамиды источной кости, потом поворачивает вниз. Так вот, вот как раз между вторым поворотом и узлом коленчатым, вот фациалиса еще отходит веточка маленькая. Это чисто двигательный тоже маленький нерв, назацинерус стопедиус, который идет и нервирует всего лишь одну маленькую мышцу, мускул стопедиус. Стременная мышца это мышца среднего уха, которая прикрепляется к стремечку. Мы уже поговорим о ней подробнее в контексте органа слуха. Далее он делает поворот вниз и уже идет на выход. Идет на выход к фарамон стилам и стейдам. И вот за сантиметр, максимальные выходы через фарамон стилам и стейдам, где-то примерно сантиметр до выхода, вот фациалиса отходит еще одна ветка, которую вы уже тоже из прошлой темы знаете. Это хорда тимпани. Та самая барабанная струна, она отходит, идет в свой каналец. Каналикулис хорда тимпани пересекает барабанную полость. Сгибается вниз и выходит через фиссуру петер тимпаника. Проходит вниз в ротовой полости, как видите, и соединяется с нейрус лингвалис. Хорда тимпани это смешанный нерв. Он имеет и чувствительные, и парасимпатические волокна. Парасимпатические волокна в этом месте ответвляются, идут под нижнечелюстной, ну и под язычные узлы, если они есть, там переключаются. И нервируют одноименные железы. А ее хорда тимпани чувствительные волокна, они идут с лингвалисом дальше, в передние две трети языка. И вот именно хорда тимпани, она нервирует передние две трети языка. Вкусовую чувствительность она несет. Конкретно вкус передних двух третей языка. Ну и наверное по фациалису это все. Спасибо за внимание, задавайте вопросы. И до скорых встреч. До скорых встреч.